Всем привет дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы сегодня посмотрим игрушку под названием Tap Adventure Time Travel. Это у нас такой вот ролевой кликер, в котором игроки ведут отряд из отважных героев сквозь джунгли, пустыни, болота и полчища кровожадных монстров. Каждый из персонажей в группе обладает своими умениями и навыками, которые помогут в битвах с сотнями различных монстров и боссов. Ну что ж, давайте посмотрим, игра бесплатная, условно бесплатная, фри-то-плей. В общем, я ее скачал в стиме, потому что было очень много хороших отзывов, ребята, ну и многие просили, что-то давно бы не было кликеров на нашем канале. Ну, давайте посмотрим, довольно интересный кликер, я думаю, ему стоит уделить небольшое внимание. Ребята, если вам понравится, если вам понравится, мы будем продолжать его смотреть дальше, ставьте обязательно лайки, если вам нравятся кликеры. Что же, погнали. Так, вам сейчас доступен защитник, это герой, привыкший быть на передовой, противостоя многочисленным врагам и принимая на себя удары вместо союзников. Давайте будем разбираться. Так, призыв. Страж слабых защитников, невинных, он набрушит свою булаву на врагов и заслонит союзников щитом. После найма героя будут автоматически атаковать врагов, кроме того, они обладают множеством полезных умений, которые можно улучшать по мере игры. Купите своего первого героя. Давайте нажимаем. Итак, у нас появился вот такой вот открыт достижение, отлично. То есть это у нас, так, это что такое? Защитник, страж же слабых, защитник невинных. Он набрушит свою булаву на врагов. Это у нас было уже. Так, булава. То есть мы можем прокачивать нашего защитника. Прекрасно. Мы можем купить ему булаву, увеличить, я так понимаю, атаку, да? Так, хорошо, хорошо. Где у нас монетки? Монетки у нас вот здесь. Также можно еще увеличить ему атаку. Здоровье можно даже прокачать немножко. Так, а что можно еще сделать? Ого, целая банда против нас. Какие-то лисы. Давай, клещи их. Так, отлично. Дальше что? Магия. Здесь вы можете прокачать урон. У нас два достижения открылись. First blood и first touch. Так, первая кровь и первое касание. Здесь вы можете прокачать урон от магических молний игрока. Магия. Магию качаем. Так, и что? Как это все происходит у нас получается? Ну-ка, давайте сольем. Я сейчас нажимаю. Я сейчас вот кликаю, да? А так он просто бьет сам по себе. Ну, мы знакомы уже с кликерами. Это не первый кликер на нашем канале. А довольно кликеры, конечно же, есть интереснейшие. Так, здесь прям заруба идет жесточайшая. Окей. Окей. Так, и я тут вижу, что кто-то у нас прокачивает. Охотница. Острый глаз и быстрые руки. Признаки великого охотника. Ни одна добыча не уйдет от ее взора. И ни один враг не сбежит от метких стрел. Нанять 386 монет нам нужно заработать. Нам срочно нужны монеты. Давайте. Давайте мы сейчас лучника себе создадим. Так, а вот здесь у нас линейка, я так понимаю, здесь у нас идут ватага домовых. Это домовые у нас, да? А здесь, по-моему, босс, что ли, получается? Смотрите, мы добираемся до босса. И, походу, у нас где-то будет сейчас поблизости босс. Ребята, кстати, кликер вообще прям шикарный, друзья. Потому что, ну, на самом деле здесь просто какая-то офигенская фэнтези игра получается. То есть, какой-то интересный даже, может быть, сюжетик здесь будет. Это было бы прикольно. Это один из лучших кликеров, которых я видел, на самом деле. Так, хорошо. Домовых мы сносим. Отлично. У нас сейчас накопилось уже 250 монеток, а нам нужно 386 для того, чтобы нам качнуть. О, босс появился, чародей-домовой. Ёлки-палки, надо его валить, надо его срочно. Давай, 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 не сдохни только, ну. Черт. У меня погиб мой герой. И как мне быть тогда? Мне придется в одного всех выхлёстывать, что ли? Так. Так, мы победили босса, но погибли сами при этом. Может быть, нам что-то нужно было сделать? А, здесь можно прокачать, купить золото 1300 за 30 вот таких вот кристалличков. Перемотка, подсказка, ключ, сундук. Ну, то есть, это можно кристаллы. Естественно, кристаллы стоят у нас деньги. А денежки пока мы не тратим, просто смотрим, как это у нас все здесь работает. Я предлагаю, наверное, прокачивать нашего персонажа. Защитник у нас откатывается. И мы сейчас вот-вот-вот-вот уже совершенно, уже прямо, уже прям близки к тому, чтобы нам достать лучницу. Лучница, которая нам тоже будет помогать. Интересно посмотреть будет на лучницу, как же она будет у нас биться. Так. Через 3 секунды у нас защитник появится. Давай, помогай мне. Да, красава, красава, открытое достижение, мэджик. Ой, какой он. Сейчас его опять сольют. Что ж такое, лисы? Оставьте его в покое. Так, ему нужна лучница, лучница, лучница. Берем острый глаз, давай. Так, появилась лучница, слава богу. Есть. Так, булава, тарж, здоровье, здоровье, здоровье. Надо нам здоровишко увеличить, иначе мы сдохнем. Иначе мы реально сдохнем. Посмотрите на лучницу. А это кто такой у нас прилетел, слушай? Опа. Какой-то бонус. Так, что это такое? Лечение было? А, это нас подлечили. Крутейшин. А еще одно достижение нам падает. Что-то здесь очень прям много в самом начале достижений. Это приятно. Посмотрите, у нас еще появляется третий боец со временем. 3700, когда у нас будет монеток. Значит, мы прям, у нас будет мудрец, защищающий силу природы. Ее можно воспользоваться, чтобы восстановить силу друга, обрушить ее ярость на врага. Так, прекрасно. Давайте сделаем здоровишко. Восстановим нашему бойцу, защитнику, вот так вот. И лучницу. А что мы можем сделать лучницам? Короткий лук. Можно ей лук прокачать. Можно здоровье также тоже прокачивать. Давайте атаку прокачаем и лучницу нашей, и нашим амур. Бойцу. Так, навыки. У нас открыто еще одно достижение. Рассекающий удар. Рассекающий удар. Защитник стремительно наносит два удара колоссальной силы, нанося много урона всем врагам на поле боя. Критическое срабатывание нанесет больше урона каждым ударам. Так, это нам нужно что сделать? Ох ты, кто это такой? Слушай, что за... Кто тут появился-то? Эй! Блин, лучницу слили. Да ладно. Нифига себе, он жесткий. Ребята, какой он жесткий-то, а? Нужно его уничтожить за 12 секунд, посмотрите. Пока мы читали, тут у нас слили бойцов. Что за дела? Я не успею его завалить, я не успею. Хеймрик. Вот мерзавец, а. Так, ладно. У нас немного монеток, но наши бойцы, в принципе, готовы вступить в бой. Сейчас уже скоро. Так, получается. Так, погоди. Домовые одолели совсем, гады. Давай, сейчас моим здоровье надо прокачивать нашим ребятам, потому что против этого домового, ну, нереально. Смотрите, какой он жесткий. Нам нужно реально здоровье прокачать. И атаку тоже же бойцам нужно сделать. В общем, кликер довольно неплох. Довольно неплох. Я так понимаю, здесь время с ним летит незаметно. Так, 116. Мы здоровье можем нашему прокачать, а можем увеличить атаку. Что мы сделаем? Давайте, наверное, прокачаем здоровье нашему бойцу. Увеличим тоже атаку. Я прям все деньги потратил. Во, нормально. Золотишко. Нам нужно, давай. Так, где у нас булаву прокачиваем? Булаву. Так, что это такое у нас? Бой с боссом. Нажмите, чтобы начать бой с боссом. Пока вы не победите этого босса, вы не сможете продвинуться дальше. Ну что, давай. Тащим, 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 тащим. Давайте, ребята, давайте, давайте, давайте. Здоровье, смотри, мы сколько слили. Ну, лучница, живи. Живи. Еее. Слили. Так, что такое у нас? Переполнил. Осталось один. Хотите открыть сундук? Нам выпал сундук. Давайте откроем. Что здесь? Что здесь такое? Оба, 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 оба. Лук прокачивают нам. Смотрите, насколько нам прокачали лук. Доход еще какое-то достижение. 132. Доход золота 124 в минуту, что ли? Что это значит? Так, что это такое? Путешествие во времени и пространстве. Мы переместились в какую-то другую локацию. Это у нас... Так, здоровье, срочно. Лучница сейчас умрет. Это другая локация. Блин, оставьте лучницу в покое. Лучница, живи, 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 живи. Пожалуйста, ну. Тебе нужно 250... 250 монеток, чтобы нам здоровье восстановить. Смотрите, здесь медведи, волки. Здесь совершенно другие уже бойцы. Блин, слили все-таки, мерзавцы. Лучница. Так, когда нам дадут уже мага? Нам должны сделать... Большие братья появились. Посмотрите, какие они жесткие ребята. Которых хрен завалишь, по-моему, да? Вообще нереально. Просто нереально его слить. Волка, волка, волка. Ну, есть, успел я. Так, 3000 нужно 700 нам наколотить. И у нас откроется еще один. Товарищи, это будет у нас маг. Так, против нас босс. Ох ты, как он наносит удар, а. Слушай, какой-то тир. У него огромный меч. Но мы должны его слить. Смотрите, сразу бьет получница. Сразу бьет получница. Он нашел слабое звено. И у нас падает еще один сундук. Так, переполненный. Какой-то у нас сундучок падает. Прекрасно. А что нам он дает? Давайте посмотрим, что нам дал сундук. Что-то я не понял. Так, мастера. Здесь что-то такое? Погоди. Так, мастер. Каждый мастер открывает вам доступ к особым возможностям, таким как открытые сундуки, создание, улучшение артефактов и так далее. Что ж, прикольно. Но мы уже близки к нашей цели. Нам сейчас откроется третий боец скоро. Давайте, ребят, добьем их и откроем мага. И мы добрались все-таки до отшельника. Мудрец, знающий силу природы. Давайте мы его сделаем. По-моему, это маг, да? Мудрец, знающий силу природы. Ее можно воспользоваться, чтобы восстановить силы друга. А, обрушить ее ярость на врага. И у нас третий человек к нам присоединяется. Так, что он делает? Он вроде как будет лечить, да? О, он лечит! Или нет? Так, а что он делает? Давайте глянем. У него есть посох. Это урон наносим этим героям в секунду. А он наносит урон. Лампада. Это здоровье. Здоровье героя. Ребят, ну он, конечно, жесткий, по-моему. Давайте мы его еще прокачаем. Вот так вот. Вот это уже пошла заруба серьезно. У нас команда становится все больше и больше. И получается мы тут... Я думал, там в одного будем хлистаться. А тут можно собирать себе команду. И следующий у нас уже человек. А это вор. Мастер теней и обмана. Его атаки незаметны и смертоносны. А присутствие незаметно врагам. Стоит оглядываться почаще. Вдруг он уже у них за спиной. Прикольно, прикольно. Что ж, давайте дойдем до босса. Поглядим, как мы с боссом справимся. Впереди у нас босяра. Здоровый. Доберемся мы до него. На 20-м левеле получается. Мы прям с нуля добрались. Так, а здесь еще и, кстати, есть у нас достижения. Это прогресс. Это статистика. И можно что-то даже... О, что я сделал? Блин, я просто хотел щелкнуть. Так, что я сделал? Это у нас убейте 5к мобов любыми способами. А, можно, кстати, забрать это. Все нормально. Это наши призы. Совершите 750 нажатий. Мы это сделали. Здесь это что? Нажмите три героя одновременно. Это мы тоже сделали. И посмотрите, сколько мы собрали различных прикольных... Так, полюшечек у нас получается. Набрали с кристаллы. Вот их 15 штук. Это обалденно. Кстати, сейчас бабло вообще потекло просто рекой. Просто рекой все течет. Так, отлично. Ребята, идем нормально. Хорошая скорость. На ура наша команда. Впереди у нас будет какой-то босс северяне. Или как-то, или нет. Подожди, как он называется? Даже не знаю. Так, вот какие-то здесь еще летают... Не знаю. Время от времени пролетает какой-то вот такой вот... То ли гном, что ли, не знаю. Какой-то хоббит. Короче, или... На гнома, конечно, похоже. Да. Какое-то существо, короче, пролетает. Я не знаю. Нажимаю на него, но ничего не происходит. Так, может быть. Что, доберемся до босса. Погнали, до босса. Прайм-тайм начнется через час. Что это значит? Начнется... Получаете в два раза больше золота и в два раза больше предметов, сундуков во время прайм-тайма. Сундуки-мимики. Мимика не подтверждена влияние прайма-тайма. Так, окей. Через час будет какая-то фишка, которая удвоит наши достижения. Это круто. Также здесь есть базовая магия. Сражается. Так, что это? Да-да. Сколько это будет стоить? Основное. Карманы. Так, магия. У нас здесь есть руны, камни. Так. Громогмор. Коварный демон, заточенный в этом фолианте. Каждый раз, когда вы открываете граммор, имеющийся у вас золота удваивается. Но общение со столь могущественными демонами не может проходить без последствий. Так, не работает сумма им более. Нифига себе, там суммы каких. Кольцо вора. Кольцо теневого братства. Только для наиболее опытных членов увеличивает очки навыка для героя вора. И дает шансы получить рунные камни после победы над боссами. После ста стейджа, когда надето. Так, рунные камни. Что это такое? Шанс 7%. Нам что-то дает начать. Задание какое-то, да? Ну не знаю, давайте попробуем. А в общем, друзья, я здесь почитал. Вора нужно вора нанимать в том случае, если у тебя будет 2,8 миллиона золотых монет. Золотых монет. Я так понял, что мы за эту серию не успеем его наколотить. Потому что уже сколько мы бьемся, у нас еще 0%. Я так думаю, что игра у нас будет идти. Они будут зарабатывать бабосы. Пока мы отсутствуем. Видимо, так это происходит, как во многих кликерах. Я надеюсь, и в этом кликере точно так же. Ну что же, дорогие друзья. Если вам понравилась эта игрушка, этот замечательный кликер. Имеет смысл, ребята, поддержать разработчиков и поставить лайк. Напишите в комментариях ваше мнение об этом кликере. И вообще, стоит ли его дальше продолжать. Хотите ли вы видеть его на канале. Ну а с вами был Родригес. Я вам желаю хорошего настроения. Успехов вам, удачи. И до новых встреч. Всем счастливо. И пока-пока.